Самые важные. Новый консультант не знает о компании Фаберлип почти ничего, не знает о том, что такое каталожный период, он еще не разобрался, где получить заказ и как его оплатить, не знает, как работают акции компании, и он только-только начинает знакомиться с продукцией. Наша задача наставников – дать ему точную, дозированную, пошаговую информацию в нужное время, не перегрузить и в то же время заботливо провести новичка по первым, самым сложным шагам. И вот наш первый консультант преодолел трудности, и вы знаете, что все новое и непривычное кажется трудным. Он подержал в руках подарки, он увидел качество продукции, он ощутил выгоды от покупок в Фаберлик. Такой новичок останется с нами на долгие годы. Возможно, он просто будет делать покупки для себя и для своей семьи, а может быть, станет и нашим партнером по бизнесу. Как же помочь новичку пройти первые шаги и превратить его в постоянного, довольного покупателя? Около двух лет назад я открыла свой ноутбук и создала табличку, где свела воедино всю информацию о нашем новичке. Его покупки, оплаченные, неоплаченные, участие в акциях и так далее, и создала систему отработки новичка. Благодаря этой системе в моей первой линии заметно выросла конверсия. Больше новичков стали делать первые заказы, получать больше подарков и выгод. Как лидер я, конечно, обучала этой методике своих ключевых партнеров. Но все упиралось в то, что таблицу с новичками нужно заполнять вручную, собирая информацию из разных отчетов, а это забирало время и силы. И тогда я обратилась с предложением в компанию. Доработать отчет по стартовой программе так, чтобы он включал в себя все, что нужно наставнику для комфортной профессиональной работы с новичком. Сегодня я познакомлю вас с проектом обновленного отчета по стартовой программе. Удобный функциональный отчет уже скоро появится в наших личных кабинетах. Каким он будет? Давайте посмотрим. Как обычно, мы заходим в раздел отчеты. Здесь появится строка отчет по стартовой программе new. Вот он вам и нужен. Открываем. Вот он. В таблице вы видите ячейки, в которых содержится вся основная информация о новичке. Его телефон, e-mail, день рождения. А дальше колонки с номерами каталогов. Прошедшие каталоги, текущий каталог и будущий. Чтобы отчет был более компактным, ячейки с личными данными в любой момент можно свернуть. Для этого нажимаем на значок минуса сверху, и на экране остается самое важное. Обратите внимание, мы свернули личные данные, включая дату рождения. Но если у консультанта день рождения в ближайшие 7 дней, его строка подсвечивается зеленым цветом. В этот важный день не забудьте поздравить новичка. Также важную информацию о новичке мы можем увидеть, перейдя по ссылке под его именем и фамилией. Открывается карточка консультанта. Например, здесь мы можем уточнить, в каком городе зарегистрирован наш новичок. Нам важно знать удобное время для коммуникации, а оно зависит от часового пояса. А теперь самое главное – заказы новичка. В обновленном отчете мы видим одновременно оплаченные, неоплаченные заказы и даже корзину заказа. Нажимая на плюсики слева от строки, можно развернуть информацию о заказах. И далее, пройдя по ссылке под номером заказа, открыть карточку заказа. Зачем нам эта информация? Например, в карточке заказа мы можем узнать статус заказа или на какую точку сделан заказ. Можем рассказать ему нюансы. Нужна ли предоплата? Есть ли более удобные способы доставки в его населенный пункт? Возможно, рядом есть пункт выдачи и так далее. Новый отчет по стартовой программе помогает нам увидеть первые, наиболее важные периоды активности новичка. В шапке отчета прописаны номера каталогов, а также сумма заказа для первого шага. Колонка с текущим каталогом здесь предпоследняя. Номер текущего каталога выделен жирным шрифтом. Справа от нее будущий каталог в определенной ситуации, он также важен для нас. А слева прошедшие каталоги. Работать с таким отчетом очень легко. Давайте посмотрим на примерах. Например, в текущем каталоге новый консультант сделал заказ, и его сумма достаточно для первого шага. Но мы видим, что заказ не оплачен, а значит, необходимо напомнить ему об оплате до конца каталога. Еще пример. Мы видим, что в прошлом каталоге новичок сделал пробный шаг. По новым условиям стартовой программы, такой новичок может выполнить первый шаг в текущем или в следующем каталоге. Обязательно напомните ему об этом. В дальнейшем такого шанса уже не будет. А еще строка этого консультанта зеленая. Значит, у этого новичка скоро день рождения. Нажимаем на его фамилию и уточняем дату рождения в карточке заказа. Не забудьте его поздравить. Еще один консультант. Мы видим, что в двух предыдущих периодах этот новичок выполнил два шага стартовой программы. Обязательно напомните ему о третьем шаге. Тут же мы видим, в предыдущих двух каталогах у него были оплаченные заказы от 1000 рублей. А значит, он вошел в программу Like Faberlic. Пришло время дать новичку информацию и об этой программе. Посмотрим еще один пример. Новичок идет по шагам и уже выполнил восемь шагов. Но в текущем каталоге он сделал возврат на сумму 460 рублей. Обратите внимание, мы видим сумму компенсации возврата и она отображается в будущем периоде. Это очень важно. Необходимо напомнить консультанту, что в следующем каталоге нужно сделать покупку на 460 рублей больше, чтобы продолжить участие в стартовой. Следующий пример. Этот новичок сделал первый шаг два каталога назад и пропустил два каталога, не делал заказы. Его все еще ждет подарок. А мы с вами знаем, что по условиям стартовой программы подарок можно забрать только в течение трех каталогов после выполнения шага. Очень важно напомнить ему о подарке и дедлайне. Он еще успевает забрать свой подарок, но только до конца текущего каталога. Если же вы забыли, какой подарок был на его первом шаге, можно пройти по ссылке сверху и уточнить. Нажав на ссылку, мы переходим в раздел «Новым консультантам» и там можно узнать, какие именно подарки предлагались за первый шаг в том или ином периоде и, соответственно, напомнить ему об этом подарке. Как и в старом отчете по стартовой программе, в новом отчете внизу мы видим потенциальных участников стартовой. Не забудьте, что новичок может участвовать в стартовой программе только первые шесть каталогов после регистрации. Именно такие новички и входят в этот отчет. Каталог, в котором прошла регистрация, помечен. Обязательно каждый период информируйте потенциальных участников о первом шаге с подарком. У меня были такие случаи, когда человек делал заказ даже на шестой каталог после регистрации, но только в том случае, если каждый каталог, я отправляла ему информацию о новом подарке. И, конечно, здесь мы тоже видим зеленую подсветку «День рождения новичка». Друзья, работа с новичком – важнейшая часть нашего бизнеса. Новый отчет помогает организовать системы работы наставника с новым консультантом. Он наглядно покажет вам всю необходимую информацию. Но не забудьте, отчет – это лишь инструмент. Дальше дело за нами. Желаю вам повышения профессионализма, роста, новых перспектив в развитии бизнеса. Спасибо!